Вакцинация домашних животных это та тема, по которой высказаться хочет даже сам кот, который появился у нас в студии. Я не знаю, слышно вам или нет. Мючь в мой микрофон. А чем тебе микрофон, Николай, не понравился? Лапой меня не бей, пожалуйста, потому что я так слишком близко подошла. Он как настоящий кот должен ощутить феромоны, аромат, запах, чтобы доверять кому-то. Будем надеяться, что вы ощущаете наши феромоны и вы точно знаете, кому доверять. Николай Леонов у нас в студии, эксперт, ветеринар, который точно все знает о вакцинации домашних животных. Да. Вместе с котом Лео, ему 5 лет. Лео? Лео. Он сегодня тоже будет мне помогать немножко. Два Лео у нас в студии. Ну смотрите, вакцинировать нужно всех и всегда. Сейчас скажу, зачем вы это делаете. Нет, кликбейт не заголовок, хорошо. Да, но при этом нужно понимать, что вакцина не имеет стопроцентной эффективности никогда. Потому что мы вносим какую-то дозу в организм, в данном случае животного, кота или собаки. Это доза, которая должна выработать определенное количество антител. Но как это все сработает до конца, мы не знаем. Потому что каждое животное – это набор своих каких-то и проблем в том числе, и каких-то плюсов. И для того, чтобы правильно подготовить животное, у нас есть в инструкции такой параметр. Животное должно быть здорово на момент вакцинации, и животное должно быть свободно от паразитов. И, соответственно, мы не можем сказать, сегодня есть паразиты у кота или нет. Он вообще не разговаривает, и показать нам точно не может. А паразиты, например, увидеть визуально, если их небольшое количество, ну или вообще какое-то количество, невозможно. И, например, сдать анализ кала в клинику прийти неэффективно, потому что те же таксокарды могут не найти просто их, а они будут. И поэтому здесь мы говорим то, что животных нужно за какое-то время перед вакцинацией обрабатывать. Но, например, если вы это делаете раз в квартал, то, в принципе, здесь допустимо поставить прививку и без обработки. Потому что вы делаете это постоянно для профилактики. Если, конечно, вы этого не делаете, конечно, за 2-3-5 дней, 7-10 дней это можно сделать. Это можно сделать и в момент, потому что мы же здесь опираемся на срочку свободное. И ничего страшного, если мы в день вакцинации дадим, и никаких проблем здесь точно не будет. Но, конечно, делать лучше это за какое-то время, потому что мы можем ожидать какие-то, возможно, если есть паразиты, какие-то проблемы. Тем более, если есть паразиты, вакцина может не сработать. То есть так же работает у котят и щенков, особенно у щенков. У них часто бывает такое большое количество, что их приходится обрабатывать повторно. Мне кажется, у нас кот антиваксер, он как-то в митинг устроился в студии. Ну, он говорит наоборот, может быть, вколите мне скорее. Кстати, про то, что именно вколоть. Вакцины как-то отличаются или от одного заболевания вот одна это вакцина? На сегодняшний день у животных все вакцины, это комплексные вакцины, то есть имеющие несколько заболеваний. Если мы говорим о кошках, то для нас важно, что это вирус панликопени, достаточно такое заболевание, чумка его еще называют, не совсем правильно. Этот вирус, конечно, у котят может вызывать до 90% гибели у всех заболевших. Это очень такая. А при переболевании, да, и в случае, если животное перенесло, может часто наблюдаться даже мужичковое атакси, шатка ходит, такая пьяная походка кота. Это очень важно такое заболевание. Но при этом при всем... Это проявление болезни такое? Это проявление болезни такое, если животное переболевает. Потому что сама болезнь длится очень тяжело, высокая температура, диарьер, обезвложение животных. Котята практически в 90% случаев погибают. И суть какая? При панликопении вакцина хорошо срабатывает и может сохраняться иммунитет. Многие производители пишут, что обычно импортных вакцин до трех лет. Даже однократно при их. Еще два компонента, которые чаще всего находятся в вакцине, это кальциевирусная инфекция, это респираторная инфекция и ринотрохит или герпесвирус. Вот с респираторными инфекциями все намного сложнее. Почему? Потому что здесь, во-первых, ревакцинация должна быть ежегодная. И обязательно нужно следить за как раз напряженностью иммунитета, потому что у них есть еще хроническая форма, которая не лечится практически никак, поддерживать можно. И вакцина может не всегда хорошо влиять. Точнее, не всегда защищать от этой формы. При этом при всем мы знаем, что котят мы прививаем первый раз в 8 недель, повторяем в 12 недель и потом через год. И ежегодно вакцинируем животных. Так вы же сказали, что у щенков их проблематично прививать. Я думал, что надо подождать, когда подрастут, тогда прививать. Нет. А вот как раз почему такие сроки некоторых животных в проблемных питомниках мы прививаем еще раньше? Потому что у щенков как раз есть вакцины, которые можно с 5-6 недель прививать. Почему это происходит? Потому что к этому времени практически иссякает каластральный иммунитет, который передался с молозивом от матери, котенку, щенку. И как раз к возрасту 12 недель мы уже не имеем его никакого. И вот как раз вот это окно мы успеваем закрыть для того, чтобы еще до конца не использовались с 8-12. В некоторых случаях с 6. Потому что это все от выбора вакцины, от условий, скажем, в питомнике или конкретно какого-то животного. Потому что, видите, например, щенка или котенка, найденного на улице, все равно нужно каким-то образом стабилизировать, наладить рацион. И здесь это очень важно. У собак вакцины точно так же, но они комплексные, но только там заболеваний больше. Это будет и паравирусный энтерит, это будет клептоспироз, парагрипп, чума. И к этому, ко всему, мы еще говорим о том, что прививать животных, а в 12 недель мы повторную вакцинацию делаем, и там обязательно компонент бешенства. Это обязательная вакцинация. Бывают у животных, как у людей, медотвод от прививки, какие-то показания для того, чтобы не прививать? Ну, конечно, бывает. У них же может быть различное состояние на момент вакцинации. Он может заболеть, у него может быть аллергическая реакция. Настроение, может, как сейчас. Настроение нет. Никто его спрашивать не будет. Настроение, знаете, не для вакцинации. Давайте в другой день. Вот, конечно, есть. Это какие-то индивидуальные особенности. Мы иногда и редко встречаем такое, что со временем на адюванты, на вспомогательные элементы вакцины у кошек или у собак может вырабатываться аллергическая реакция. Такое случается, и предсказать это тоже невозможно. С этим приходится бороться и как раз указывать в медкартах, что вакцину нужно изменить. Вообще, в принципе, полезно, когда у нас есть взрослое животное, мы проводим ежегодные прививки, производители вакцины менять периодически. Это будет давать хорошей напряженности иммунитета, потому что компоненты разные. Не производители менять? Что значит менять вакцины? У нас есть вакцины с одинаковым составом практически. Но есть разные производители. В данном случае мы котов не ограничиваем. У нас есть разные вакцины. Есть вакцины отечественные. Выкладывайте, какой подойдет. Есть импортные. Мы выбираем по состоянию животного. Например, котята мы вводим чаще всего живые. Но это не значит, что она там живой вирус. Там нет живого вируса, он генетически изменен. Просто там будет выработка иммунитета напряженней. У котят оно должно быть, у щенков более эффективно. А взрослым животным можно инактивированные вакцины использовать. Они будут постабильнее. Или, скажем, животным переболевшим уже. Для того, чтобы не напрягать лишний раз иммунитет. Вот так вот легко и непринужденно за несколько минут Николай Леонов снизил напряженность всех владельцев животных и повысил напряженность иммунитета у самих этих животных. Следите, пожалуйста, за состоянием здоровья вашего питомца, чтобы он вас радовал долго и чтобы в ваших отношениях все было здорово, с здоровьем кота. Гармонично главное. Всем хорошего утра. До свидания, кот. Вносите его отсюда из студии.